едут на базу витлан поставить фильтр для песка к бассейну сделаны из канистры двух патрубков и клеевого пистолета скатываемся к реке вишере сегодня было плюс 35 на солнце и только-только воздух начинает остывать сейчас попробовал сделать крепление для камеры со стабилизатором на руль но из жесткого скажем так крепежа на первых кочках буквально через 10 метров после выезда со свердлова все к чертове матери развалилась нафиг пришлось спешно значит все возвращать к стоку так что снимаю опять с руки хотел сделать классные гиперлапс кадры но ничего учту ошибки и будет хорошо в следующий раз все а пока вваливаем в сторону поселка набережной и там дальше на базу витлан самодельная конструкция на багажнике находится сзади будет ли работать тоже узнаем опять же следующей версии исправим поправим будет нормально приезжаем поселок набережной снимать и рулить одной рукой здесь сложно и очень хочется не убраться на другой стороне реки виден старый заброшенный карьер сейчас справа будет еще один карьер который некоторое время назад даже работал но насколько я знаю сейчас все работы опять заморожены собственно действующая часть его находится за этим перешейком это только не знает для чего служили эти ступени ярусы но вроде как и с детства помню что тут раньше стояла наверху какая-то машина которая типа мыло щебень что ли что-то такое а еще и зимой мы катались оттуда на сноубордах и просто на жопах цепляясь за бампер не вы 2121 бежевого цвета так проверка систем спидометр работает груз на месте здесь уже кусают комары слева водонапорная водонасосная не знаю как правильно станция которая отвечает за подачу воды в город красновишерск тут есть родничок пожалуй я здесь и передохну кстати этой весной я собственноручно привязывал стоя по поясу в воде этот мост к близлежащим кустам чтобы его не смыло такие дела приложил свою руку так сказать к вечному тем временем это урочище кирпичный напротив которого находится поселок бахри вот там место сейчас достаточно популярная потому что многие предпочитают заканчивать маршруты туристические именно здесь они ниже по течению в пределах города поэтому здесь временами большие скопления народа вот стоит паромчик на котором перевозят машину на ту сторону реки можно даже буханку перевести правда очень страшно вот здесь находится база родники база отдыха это наши соседи в общем когда-то они начинали делать даже небольшой горнолыжный склон но у них почему-то не пошло это дело хотя конечно любопытно было бы здесь видеть сей вид развлечений да а нам еще дальше и совсем скоро мы доедем до базы ветлан ну такая живописная постараль сказал коле чуть не свалился в корове говно вот цель нашего путешествия нас встречает доблестный туз пойдем стучаться в ворота чтобы сторож нас пустил так надеюсь что как всегда синяя изолента все зарешает так пошла вода иди сюда а какой хороший пёс белозубый да да я тебя поглажу иди сюда стесняются да и хорош хороший хороший синяя изолента зарешала собираемся валим домой все выезжаем обратно меня сопровождает новый друг под по кличке туза прекрасный пес белозубый синий изоленты как всегда зарешал много поснимать не получилось там потому что время дорого суть такая что нужен был просто небольшой отстойник для того чтобы хотя бы часть песка из воды которую подает насос оставляйте в емкости собственно которую можно потом будет опустошать в принципе вот и вся идея вот опять у нас урочище кирпичный кирпичный это кстати потому что здесь располагался внезапно кирпичный завод когда-то давным-давно и даже не в общем то непонятно где я честно не знаю и вообще на удивление здесь много таких мест которые казалось бы имеют достаточно ну такое простое название типа кирпичный да но вот выясняется что кирпичный завод здесь на севере урала какие-то стародавние времена когда-то был а какая лепота немножко грязненько да собака туз ну все сейчас запьем водится и уже по таким сумеркам двинем в обратную сторону ах да приборы надо завести вот так то лучше все пока собака спасибо за то что проводила меня иди домой домой иди водички надо испить ах хорошо ну все поехали приятно ехать с таким сопровождением мощным не в обиду не в упрек шайбе будет сказано я уже прогнать пытался но он сегодня уходит собаки здесь самостоятельные отличаются умом сообразительностью поэтому особо на них голос повышать не стоит особенно на собак деревенских они сами знают когда им надо и куда им надо я еще они прекрасно понимают и вишенский язык который я как-то демонстрировал в ролике про путешествие на полет и работу турпроводника самом начале видео когда на меня выскочила собака ну как не на меня на шайбу больше а вот на такого конечно вряд ли кто выскочит дураков мало вот 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 Тем временем скатываемся К поселку Набережной Опять начинается квест Не убийцы, руляя одной рукой Все, туз проводил меня До экспедиции и ушел обратно На базу Спасибо ему О, страшно Словами, сложно передать аромат, который здесь царит К этому аромату надо привыкать Автобусная остановка Средотвращение Всей жизни Городской, которая протягивает сюда свои щупальцы И магазин с таксофоном Это Остов Котельной, которая здесь раньше работала Я ее еще заставил в рабочем состоянии Сейчас она в состоянии дрова Удобно Можно бухаться Прям в эту Уютную кучу Опила Через реку находится деревня Бахари Вот там поселок Бахари Ай, как хорошо На реке тихо Пока не кусают комары Чуть ниже виден Речной трамвайчик Заповедника На котором Осуществляются рейсы До Ветлана До 10 человек Может взять с собой С воды Кстати, прекрасное зрелище Ветлана Это не то, что с берега Это совершенно Совершенно другой Опыт Так Однако Поджирает комары Посмотрели Полюбовались Поедем дальше Времени 23.22 Слева За красными деревянными воротами Находится Эко-тропа Заповедника Всем рекомендую Посетить это место Можно познакомиться С флорой и фауной Заповедных мест И Окунуться Так сказать В мир Манси Зырян И других коренных Народностей Этих мест Этих краев Справа Производственная база Заповедника А вот это я Асфальт Еще один взгляд На реку Уже Из города Палют Розовых лучах Заката А там За березой Я по звуку Узнал лодку На которой Мы ездили Нистово Бухать Когда мне было Лет 20 Да И правит Этой лодкой Наверное Сарбаш Как и 10-15 лет назад Ну ладно Двигаем домой Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова